Празднование Великой Победы, год литературы, а также ночь музеев. Куда же пойти нижегородцам? Как не ошибиться в этом культурном пространстве? Об этом говорим сегодня с Ларисой Юрьевной Моториной, директором Департамента культуры. Здравствуйте, Лариса Юрьевна. Добрый день, Елена. Ну, наконец-то. Вот эти огромные волнения все-таки завершились. Ну, волнения, наверное, они еще будут продолжаться, потому что 9 мая Еблия Победы не завершается именно в день 9 мая. Весь год будет этому событию посвящен, и мы сегодня можем только говорить о том, что часть пройденного пути, которую мы можем оценить сегодня, да, это именно так. Ну, оцените. Вот расскажите, вот какое событие, культурное событие, на ваш взгляд, привлекло наибольшее количество нижегородцев? Ну, в череде такого большого цикла мероприятий, конечно, выделить очень сложно, потому что в Нижнем Новгороде открывались памятники. Памятник Жукову, памятник Грабину, открывался мемориал, открывался памятник боевой машине-танку, это легендарный Т-34-му. Без сомнения, мы приводили город, благоустраивали памятные места, это тоже событие. Важным событием в череде ярких, это, конечно, вручение медалей ветеранам. 21 тысяча медалей вручены ветеранам в торжественной праздничной атмосфере, и ветераны отмечали, что именно в этом году, именно в этот юбилей, эти приемы, это вручение было очень теплым, сердечным. Может, мы уже все прочувствовали глубину и масштаб этого события, вот, в Великой Победе. Это, без сомнения, мы говорим сегодня о массовых мероприятиях, которые прошли акции, которых более 20 акций, которые прошли в городе. Это ветеран, живущий рядом, и горжусь, и выставка одноименная горжусь была представлена на улице Большая Покровская, где дети вспоминали о своих и писали о своих дедах, прадедах. Это, без сомнения, акции «Вдовы России». Это череда выставок, которые прошли в наших государственных, муниципальных музеях. Это, без сомнения, постановки новые в Театре комедии «Звездопад», в Театре «Вера Славиная ночь», в Театре Степанова, камера нашей Театра Степанова представила цикл концертных программ. Если бы вы сейчас задаете вопрос, что яркое, что особенно было прочувственно, будем говорить, что более 20 концертов прошло в наших музыкальных школах с участием ветеранов, это тоже очень трепетно. Но меня больше всего тронула и впечатлела акция «Бессмертный полк». В принципе, это, наверное, тронуло всех россиян и всех гостей, которые в это время пребывали не только в Нижненовгород, но и в Россию. Это акция, когда люди с портретами своих близких родственников проходили маршем. У нас на Рождественской это состоялось в дневное время, и это шестью вас глава администрации Олег Александрович. Люди шли где-то молча, где-то вспоминали, где-то говорили. Сегодня эта акция приобретает некий такой оттенок новой русской идеи. Когда через память, через воспоминания мы говорим и гордимся подвигом России, подвигом наших солдат в Великую Отечественную войну. Ведь вот в этой акции в этом году приняло участие более пяти тысяч. Окей, расскажите мне, пожалуйста, как вы считаете, из тех спектаклей, которые вы видели, которые сделаны к Великой Победе, какой из них останется в репертуаре? Будем говорить, что в репертуаре останутся все. Мне симпатизирует то, что молодые актеры сегодня, которые работают в наших театрах, они показывают свой хороший уровень. А давайте поговорим о грядущей ночи музеев. Ведь все, что у нас происходит, оно все равно происходит под эгидой Великой Победы. А у вас, насколько я понимаю, вся информация есть собрана у вас? Ну, всю информацию мы, наверное, уже увидим с вами и сможем прочувствовать в эту городскую акцию, которую мы будем с нами. Ну, поделитесь, поделитесь. Да. Отрадно то, что эта акция прижилась в городе, что она живет уже не первый год. И то, что к этой акции ежегодно примыкают музеи не только государственные, муниципальные, но и ведомственные, и частные музеи. В этом году в акции примет участие 20 музеев, в целом по области, если судить, более 50, да, как бы и областные музеи присоединяются. Ну, в городе это около 20 музеев, которые откроют в этот день свои двери в режиме день открытых дверей и начнут работать в непривычное время вечернее. Многие музеи завершат свою работу уже за полночь, и бывает так, что у нас задерживаются последние посетители до трех ночи. Это бывает такое, и это очень здорово, что у всех есть такая возможность прийти в музей не только в рабочее время, а заглянуть по ту сторону музея, ну, по ту сторону суток. Всегда хочется говорить о музеях как о неком живом организме, которые в себе существуют и хранят память. И важно, что этот год будет давать возможность сотрудникам музеям раскрыть себя с точки зрения памяти этого Великой Победы, и, конечно, говорить о литературе. Год литературы, это бальзам. Спасибо огромное, спасибо огромное, Лариса Юрьевна. Будут читаться стихи, будут читаться произведения, будут открываться новые и фото выставки, и выставки одного экспоната. Безусловно, музей-заповедник Щелковский хутор откроет для посетителей интерактивную площадку военного времени. Это будут письма, треуголка, треугольник, это будет, без сомнения, и военный хлеб, тоже небольшая инсталляция, которая будет около мельницы организована. Спасибо огромное, Лариса Юрьевна. Мы рады гордиться. И мы обязательно посетим по возможности все мероприятия. И уж точно увидимся в культурное время.